Итак, здесь я отвечу на ваши вопросы по новому измерению громкости. Вопрос номер один. Является ли это плавной заменой RMS? Когда громкость измеряется по RMS, то берется среднеквадрассичное значение величины громкости, а какой способ используется в данном случае? Нет, амплитуда – это мгновенное максимальное значение волновой формы. Это точка. А что такое RMS? Берется какой-нибудь участок и замеряются все значения амплитуды на этом участке, а затем по формуле высчитывается среднеквадратичное значение. То есть это то значение как раз и называют громкостью. Но амплитуда не может быть громкостью, это всего лишь просто точка. В каждом звуке их тысячи этих амплитуд. Так что нам важна именно среднеквадратичная громкость. Новая технология измеряет то же самое – RMS. Просто она разработана для объективного расчета громкости, так как подстроена под то, как человеческий слух воспринимает звук по частотам, да и по многим другим законам. Переходим к следующему вопросу номер 2. Показатели Loudness Range обозначают разницу между минимальной и максимальной величиной громкости на прослушанном отрезке. Да, совершенно верно, это динамический диапазон. Но ему, честно сказать, мало в каких случаях можно присвоить практическое значение. В отличие от того же самого крест-фактора, который в нашем деле является, ну просто супер-помощником в определении того, достаточно ли компрессированный сигнал или уже идет пережатие. Переходим к третьему вопросу. Ты там говорил про целевую громкость. Это как понимать? Это же не децибел, как я понял. И как изменяются показатели, если выставить в другую целевую громкость? Вообще, как узнать, какую целевую громкость выставлять? Да, это не децибел, это LU, единицы громкости. Ну а сами разработчики говорят, что 1 LU равен 1 децибелу. В принципе, то же самое. По целевой громкости я имел то значение интегрированной громкости, которая вас интересует в качестве громкости своей записи. Вот вы слушаете коммерческие записи, близкие по стилю, характеру, аранжировке к вашему миксу. И хотите сделать так, чтобы по громкости ваш микс звучал однородно с этими коммерческими записями. Тогда просто проведите анализ этих эталонных записей, после чего сделаете таблицу значений показателей громкости. Затем, делая мастеринг, вы можете сопоставлять эти значения из своей таблицы с аналогичными показателями данного своего микса, над которым вы сейчас работаете. Обратите внимание, что интегрированная громкость, буква И, Y, она одна на всем прослушанном участке. Ну и, конечно же, имея дело с громкостью, уровнями, соотношениями, все это децибелы. Просто здесь используются другие единицы измерения LU. Но даже сами разработчики, как я уже повторяюсь, говорят, что это одно и то же. 1 LU равен 1 децибелу. И, наконец, последний вопрос. Четвертый. Столбец S. Если он становится желтым, что это означает? Значит, выбрана верная целевая громкость. То есть, ваш микс в данный момент звучит близко к выбранной вами целевой громкости. Что такое S? Я напоминаю, это краткосрочная громкость на протяжении 3 секунд. То есть, рассчитывается среднеквадратичное значение амплитуды на протяжении 3 секунд, затем на следующем участке в 3 секунды, но уже будет новое значение S и так далее. Вот разбейте свой трек на участке по 3 секунды и думайте, что RMS вот этих кусочков по 3 секунды. Но есть еще, не забывайте, и M — моментальная громкость, и Y — интегрированная громкость. Они тоже несут очень важную информацию. И очень важно еще. Смотрите на историю громкости. Она как раз показывает, как меняется динамика вашего трека. Но я очень надеюсь, что ответы на эти 4 вопроса помогли вам еще больше разобраться в новом методе измерения громкости. И, пожалуйста, присылайте новые вопросы, я с радостью отвечу на них, потому что это очень важная тема, и ее нужно изучить прямо до конца во всех деталях. А пока попробуйте еще раз измерить громкости эталонных миксов по новой технологии, а затем посмотреть, что творится с вашими миксами. Редактор субтитров А.Семкин